Практически в каждом высшем учебном заведении региона есть иностранные студенты. География мест, откуда они приезжают, обширна. Еще до того, как границы закрылись, многие разъехались по домам. Кто-то не успел и остался в России. И те, и другие учебу продолжали дистанционно. Поступали в этом году в том же режиме. Границы пока закрыты, и въехать они не могут. Поэтому им сейчас разосланы письма, и они должны, где они должны указать, как они желали бы учиться в случае открытия границ. То есть они сразу же приедут и будут учиться очно. Но тогда для них они на границе предъявляют справку о том, что они прошли тест на ковид. Даже если тест на ковид окажется отрицательным, двухнедельного карантина избежать им не удастся. К слову, из 800 иностранцев, которые учатся в техническом, больше 100 остались на каникулах в России. И уже очно приступили к учебе. Густаво родом из Колумбии. Когда началась пандемия, учился на подготовительных курсах. Возможности уехать у него не было. Теперь он первокурсник. У нас есть лекция, у нас есть практики. Лекция проходит дистанционно, онлайн. Практики очно. Но это и со ситуацией с коронавирусом. Знакомились друг с другом. А сейчас у нас первая занятия получается. Очень доволен. Просто первый день, первая занятия. Но не все студенты остаются довольны дистанционным обучением. И закрытые границы только способствуют этому. Как нам рассказали в другом вузе региона, педагогическом, студенты-иностранцы, поступившие на коммерческой основе, все чаще выбирают учебу в своей стране. Поэтому, не дожидаясь открытия границ, забирают документы. И здесь, конечно, есть большая проблема, что если карантин продлится очень долго, то часть студентов начнет думать о том, чтобы перейти в вузы у себя на родине. Хотя, конечно, престижность высшего образования в России, будем говорить честно, выше. Но вот в данном случае здесь тянуть с карантином тоже сильно нельзя. Здесь палка от двух концов. И все-таки иностранцев ждут. И даже, говорят, придумали алгоритм их возвращения в Альмаматор. Алтайские вузы планируют принимать студентов отдельными партиями. В первую очередь, первокурсников. Педагогический университет развернет приемный пункт на базе профилактория. Политех выделит отдельное общежитие. Пункты уже готовят, исходя из требований Роспотребнадзора. И если границы откроют, принимать иностранцев будут в течение нескольких месяцев. Но не более 50 человек за один приезд. Именно на такое количество рассчитаны созданные пункты. Никита Ермаков, Николай Шелко, Илья Халяпин. День с толком.